МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Ника программа неделя. Вспомним, о чем говорили и что показывали в эту семидневку. Семья, любовь и верность. Супружеские пары, прожившие вместе десятки лет, принимали поздравления с красивым праздником. Да будет газ! В Меденском районе открылась новая газораспределительная станция, которая откроет новые возможности сразу для четырех муниципалитетов. Младший бизнес-брат. Крупным компаниям комфортно в Калужском регионе. На поддержку области теперь могут рассчитывать малые и средние предприниматели области. Маленький городок с большой историей. Юхнов готовится к особенному дню рождения. Свой праздник райцентр встретит в почетном статусе. В Меденском районе введена в эксплуатацию газораспределительная станция. Новый объект открыл доступ к ценному ресурсу сразу для четырех муниципалитетов. Кроме Меденского, это Юхновский, Износковский и Дзержинский. ГРС в деревне Уланово переняла эстафету у давно перегруженной станции Кондрово. Производительность нового объекта 76 кубометров в час. А обслуживать станцию будут всего два человека. Все оборудование здесь используется отечественного производства. Газокомпрессная станция отличается большим уровнем автоматизации, что, безусловно, необходимое требование для современных объектов. Значит, высокий уровень безопасности, технологичности. Также обращаются обязательно на вопросы экологической защищенности как населения, так и прилегающих территорий. Еще несколько лет назад голубым топливом были обеспечены лишь 20% сельских жителей. Сегодня цифра выросла и приближается к 70%. Открытие мощной газораспределительной станции позволит региону исполнить еще одну мечту – воплотить в жизнь новый инвестиционный проект. Вот здесь, с появлением этой газораспределительной станции, мы осуществим тот проект, о котором давно говорили, и который, в общем-то, в принципе, уже, как говорится, стучится в наши двери – это строительство кирпичного завода большого, который будет мощным потребителем природного сетевого газа. А также многих других промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, социальных объектов – теперь нет никаких ограничений. Открытие станции было не единственным поводом для визита главы региона в Меденский район. Еще один пункт для остановки – территория местного аэродрома. Постепенно она превращается в достопримечательность – центр действующей исторической техники. В музей под открытым небом будут выставлены ветераны советской авиации в коллекции уже 39 самолетов. Бесценные детали, а также небольшой танковый взвод прибудет в область из аналогичного музея в Подмосковье. На Меденском аэродроме сейчас восстанавливают взлетную полосу. И через несколько лет 10 экспонатов будут подниматься в воздух над уникальным историческим комплексом. Должна появиться хорошая, я думаю, на мой взгляд, экспозиция самолетов, которые являлись гордостью нашей страны. Уже той прошлой страны, которой уже нет, к сожалению. Она называлась СССР. И вот мы собрали самолеты и пытаемся их восстановить, чтобы люди видели, что собой это представляло. Калужская делегация приняла участие в главной промышленной выставке России «Иннопром». Местом проведения стал Екатеринбург. Здесь свои новейшие идеи и разработки в сферах энергоэффективности, IT, машиностроений представили около 600 компаний из 70 стран мира. В первый день в работе главного пленарного заседания принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он вручил первую в истории России премию «Индустрия», которую уже начали называть промышленным «Оскаром». Калужская область возглавила рейтинг социально-политической устойчивости. Его составляет фонд «Петербургская политика». Среди позитивных событий в Калужской области эксперты отметили появление новых предприятий. В индустриальном парке «Калуга-Юг» открылось производство автокомпонентов компании «Континенталь», а в технопарке «Ворсена» начал работать логистический комплекс германского автоконцерна «Мали». Эксперты обратили внимание на события в сельхозотрасли – открытие нового животноводческого комплекса на одном из предприятий Перемышльского района. Помимо промышленных гигантов, все больше малых и средних предприятий появляется в Калужской области. В прошлом году их насчитали более 13 тысяч, индивидуальных предпринимателей – 45 тысяч. Для поддержки бизнесменов в 2013-м было привлечено 146 миллионов рублей федеральных средств. Эта тема стала одной из главных на заседании областного правительства. Сейчас в программу поддержки вводятся новые направления – это помощь предпринимателям, которые создают детские дошкольные учреждения, детские сады, центры молодежного инновационного творчества. В этом году в рамках конкурса на федеральном уровне область предоставит максимально возможное количество заявок на максимально возможную сумму – более 600 миллионов рублей, которые должны сделать жизнь начинающих бизнесменов немного легче. Одна из проблем – это нехватка финансовых средств у предпринимателей, как они отметили, по направлению привлечения так называемых кредитных ресурсов с использованием механизма поручительства. Одно из основных направлений поддержки по привлечению федеральных средств будет являться привлечение средств в капитализацию гарантийного фонда. Одним из результатов реализации программы должно стать повышение доли инновационных товаров и услуг с 4,5% до 12,5% к 2020 году. И уже сейчас, по мнению губернатора, при отборе проектов, нуждающихся в финансовой поддержке, в приоритете должны быть именно инновационные и касающиеся сектора реальной экономики. Этими средствами надо помогать тем, кто способен благодаря этой поддержке существенно увеличить объемы своего производства или начать хорошее дело. Не просто по принципу «попросил» и далее, а надо хорошо анализировать. Экспертная группа должна быть хорошей у вас. Надо видеть, уметь разглядеть такие вещи, которые действительно могли бы честь всему предпринимательскому сообществу дальше составить. Калужская область – лидер в рейтинге регионов по инвестиционному климату. Таковы результаты исследования, проведенного в 21-м субъекте федерации. Наш регион – самый успешный сразу в четырех подгруппах, связанных с поддержкой малого бизнеса. Начинающие предприниматели получают гранты, им возмещают затраты на оборудование и проценты по кредитам. Об успехах и перспективах малого бизнеса на примере Дзержинского района Олеся Утятникова. Такие качели очень необычные. Они выдерживают абсолютно другой вес. Даже иногда я могу подчеркаться. Обилие развлечений и внимательный присмотр. Детский центр со всеми удобствами – место для Кондрова уникальное. Симбиоз игровой площадки и детского сада – ноу-хау бизнесмена Артема Саркисяна. Его первоначальным владением был небольшой магазин. Теперь к нему добавился этот детский центр и недорогой кафе. Земля, в которую бизнес пустил корни – помощь администрации. Без всяких припонов, без проблем разрешили взять в аренду. Я получил разрешение на строительство. Теперь стоит это здание, детский центр, кафе. И мы дальше его получили в собственность, то есть выкупили. Уже на льготных условиях, так как уже стоит здание, которое принадлежит нам. С стороны города, района, по крайней мере, если когда-то возникают какие-то вопросы, то если пойти и грамотно объяснить, что тебе нужно, обосновать и доказать, что это нужно не только тебе, но и городу, то, я думаю, вопрос решается. Артем Саркисян – один из почти двух тысяч представителей малого бизнеса в районе. В администрации предпринимателям идут навстречу, говорит зав. отделом экономики Илья Курашов. Основные трудности – закупка оборудования, подключение к энергосетям. В этом помогает программа поддержки малого предпринимательства, а также при главе действует совет. Это, знаете, такая площадка, где можно получить обратную связь. Начинающие предприниматели, действующие предприниматели собираются за круглым столом и обсуждают свои проблемы, носущие вопросы. Мы, в свою очередь, по мере нашей возможности, помогаем их решать, находим какие-то общие знаменатели и общую тенденцию к развитию. Залог процветания малого бизнеса – финансовое вливание извне. Артем Саркисян, хотя и сам не плашает, но и на помощь города и области надеется. Как результат – прибыль в бизнесе и развитие города. Детский центр, куда кондровчане приводят детей, пользуется спросом. Кто-то приходит один, кто-то приходит с другом, с подружкой. Играют. Разные игры вот такого плана. Олеся Утятникова, Андрей Бодрышев, Дмитрий Куницын, телекомпания НЕКТВ, Кондрово. Бюджет нужно расходовать эффективно и быть готовым ответить за каждую копейку. Ассоциация контрольно-счетных органов Калужской области подвела итоги работы за прошлый год. Сейчас наступает новая эра в системе подходе распределения бюджетных средств, и здесь нельзя отставать. При программно-целевом методе финансирования уже нельзя будет разводить руками после неудачи. Нужно сразу расставлять приоритеты в любом вопросе, требующем вложения бюджетных средств, считает главный парламентарий области Виктор Бабурин. У нас очень много средств уходит в песок, русски говоря. Поэтому мы уже который год, я твержу об одном – давайте повышать эффективность расходования бюджетных средств. За эти деньги, которые мы имеем, мы должны предоставить больше услуг. Гораздо больше услуг. В 2013 году специалисты контрольно-счетной ассоциации активно вели проверки на предмет эффективности расходования бюджетных средств. Для устранения установленных нарушений и недостатка руководителями проверяемых организаций контрольно-счетными органами муниципальных образований направлено 109 представлений и предписаний, где были содержать конкретные предложения по устранению имеющихся нарушений. Глухих к предписаниям теперь вызывают в правоохранительные органы. В прошлом году было передано 27 материалов. И одно дело, о котором не стали пока говорить открыто, превратилось в уголовное. Снова о тарифах рассказали калужским СМИ представители профильного министерства. По поводу июльского повышения журналистов уже собирали, но решили, что на этой неделе надо напомнить и снова подробно все разъяснить. Рост тарифов контролируется государством, и для этого в области установлен максимальный индекс – 6%. Однако здесь есть исключения. Если потребители раньше платили меньше установленных тарифов, в этом случае рост платежей может быть выше. Необходимость понятна. Если не перейти на полную оплату услуг населения, у ресурсоснабжающих организаций не будет возможности обновить материальную базу. А тепловые сети в Калуге изношены наполовину. Примерно на 60% износились водопроводы. Также участники встречи отметили, что темп роста рассчитывается в отношении каждого потребителя в Калуге. Это связано с закрытием нерентабельных котельных. Изменяется схема теплоснабжения и появляются новые поставщики с новыми тарифами. Максимальный рост может составить 29%. Такими потребителями с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг явились граждане, ранее получающие тепловую энергию от котельной Калужского мясокомбината и котельной КЧМО, 60-й арсенал. Это коснется примерно 2700 человек. Следует отметить, что указанный рост коммунальных платежей ожидается с октября, то есть с началом отопительного периода. А с июля планируемый рост будет в районе 15-17%. Подготовка к предстоящему отопительному периоду стала одной из тем рабочего совещания областного правительства. Муниципалитеты завершили проверку смертной документации, почти все выбрали подрядной организации. А во многих районах уже идет подготовка котельных и сетей. Температура в доме под собственным контролем. Поселок Товарково снова в центре внимания. Там идет переход на поквартирное отопление, над которым трудятся одновременно 10 бригад. Инженерные сети также приводятся в надлежащее состояние, так как жители 18 домов в новой части поселка в основном проголосовали против отключения от центрального отопления. По предварительной оценке ремонт будет стоить более 20 миллионов рублей. Рациональнее, надежнее и удобнее было бы перевести все квартиры на индивидуальное отопление, отметил губернатор. А там, где этот процесс уже начался, попросил отнестись к нему максимально ответственно. Не будет это все работать. Деньги закопаем, а работать не будет. Проложим новые трубы, в другом месте порвутся. Каждую зиму стоим на ушах, извиняюсь за выражение. Ну, сядьте туда, сделайте все, как положено. Постоянно действующий штаб там организуйте, главу администрации района, главу администрации муниципалитета, своих работников. И чтобы этот штаб работал каждый день. И докладывали, чтобы. Вместе с коммунальщиками к зиме готовится и аграрий. Погода в этом году позволила вовремя засеять и в срок заготовить первые корма. Остальные планы, надеются калужские крестьяне, тоже нарушить не должна. Готовимся уже к уборке зерновых. Через две недели уже приступим по всем погодным условиям. Я буду к плющению зерна. Начали уборку семенников, трав. Так что готовимся и к зиму мусеву. В этом году мы планируем где-то в пределах 70 тысяч посеять. Так что в целом, Анатолий Анатольевич, нацелены на позитивный результат. Засеянные поля ожидают обработки, а непаханные готовятся стать площадкой для межрайонных соревнований. Строительство роботизированных фирм считает губернатор хороший повод для состязаний местных властей и возможность проявить инициативу. Ведь количество фирм, отмечает Анатолий Артамонов, ограничено только желанием муниципалитетов. Чем еще заняться более интересным, как не реализация этих проектов? Соревнуйтесь друг с другом. Сколько вы захотите сделать, сколько вы готовы будете сделать, столько будет и поддержано. Без всякого ограничения. Программа называется «Стоп, давайте сделаем 300». Никаких ограничений. Но инициатива должна быть за главами администрации муниципалитетов. И глава администрации муниципалитета должен быть начальником штаба этой стройки. Тогда и земли в области пустовать не будут, ведь в условиях региона возможно вырастить только кормовые культуры. Беженцам из Украины начали выдавать свидетельства о предоставлении временного убежища. По данным пресс-службы правительства региона, областной УФМС оформила 260 таких документов. Область продолжает принимать бегущих от войны. С вопросами трудоустройства, поиска жилья и оформлению разрешительных документов в Центр по организации приема граждан Украины обратилось более 1200 человек. Примерно столько же звонков было принято на единый телефон по работе с беженцами 8 800 450 00 95. В пунктах временного размещения приют смогли найти свыше 350 украинцев. Часть из них приехала в Кировский район. В числе первых на чужую беду откликнулись сотрудники социального центра «Алые паруса». Также в районном центре открыт стационарный центр и передвижные пункты приема гуманитарной помощи. Идет расселение прибывших и устройств их на работу. Нуждающимся оказывается медицинская помощь. Правительство предоставило нам полностью весь пакет услуг. И мы очень сильно довольны, что Российская Федерация делает для нас все необходимое. Министерству труда, занятости и кадровой политики удалось договориться с работодателями нескольких районов области о трудоустройстве беженцев. В консультационном пункте тем, кто желает найти работу, помогают составить резюме и разослать их потенциальным работодателям или разместить на специализированном сайте. Страх за свою жизнь и попытка скрыться от военных ужасов. Люди бежали в Россию, чтобы спасти себя и близких. Им помогают. Помочь и поддержать это нормально и по-человечески. Правда, отдельные умы в этом увидели схему для мошенничества. Злоумышленники рассказывают истории о том, что якобы они сбежали из Украины, проникают в доверие, вызывают жалость и наживаются. В полиции уже заведено несколько дел. Сами преступления, они стандартные. Новые в данной ситуации является предлог, который используют преступники, чтобы граждане пустили их в свои квартиры. Допустим, в Балабанове, там пенсионерка также пустила в свою квартиру женщину, которая представилась беженкой. Из этой квартиры впоследствии была совершена кража 98 тысяч рублей. Трудности также испытывает и Центр приема гуманитарной помощи. Сейчас все уверяют, что вынуждены были покинуть Украину. Но кто-то умалчивает, что сделал это много месяцев назад. И трудностей, в общем-то, не испытывает. На нашу работу, конечно, это влияет отрицательно, потому что многие люди начали с осторожностью относиться к этой теме в принципе. А последние акции, которые мы проводили в магазинах, показали, что некоторые на самом деле уже с негативом, негативно реагируют. То есть не просто безразлично, а уже негативно. Первая волна энтузиазма сейчас уже спала, отмечают волонтеры. Добровольцев и пожертвований стало меньше. Но они уверяют, что работа с переселенцами только начинается. В Ростовской области людей пока размещают в учебных заведениях. А значит, с сентября придется искать новые места для их размещения. Новый детский сад и струящийся многоквартирный дом осмотрели участники совещания по реализации проекта «Доступное и комфортное жилье». Детское учреждение и жилое здание располагаются в деревне Кабица на Боровского района. Само же заседание состоялось в Наукограде. Везде успела побывать Татьяна Зимушина. Микрорайон «Молодежный», стараясь оправдать свое название, удовлетворяет все потребности проживающих здесь молодых людей. Старшим шашлыки на свежем воздухе, не отходя от дома, маленьким просторы для прогулок на самокате и новый детский сад. Из четырех запланированных он появился первым и уже набрал группы, которые сейчас отдыхают после обеда. Даже приезд губернатора шумной делегации не нарушает дневной сон. Я не знаю, спальню хотите, можете заглянуть. Смотрите, конечно, через стекло. Похвастаться садик может и собственной столовой. В пищеблоке современное оборудование, которое в сочетании с талантливым поваром готовит быстро и вкусно. Пирожки и булочки собственного производства гостям предлагают продегустировать лично, забыв о диетах. Сейчас можно попробовать. Я уже боюсь, как вы мне конфетку забрали тогда, так я уже мучной не ем. По соседству с детским садом строятся уже привычные для области доходные дома. Квартиры в них продаваться не будут, а вот снять можно будет в любой момент. Работа здесь найдется всегда. Места для отдыха и занятий спортом тоже обязательно будут. Вообще наша задача сделать так, чтобы в этом микрорайоне было все, что нужно людям. В принципе, у нас очень много помещений для бизнеса. И как раз мы хотим, чтобы люди здесь и жили, и работали, и одно тянуло другое. Кипит работа и в центре Обнинска. Здесь возводятся торговые здания. И, как утверждает руководитель проекта Ольга Пегач, оно будет нового формата. На площадях вместе с заводской продукцией свои товары смогут предложить местные сельхозпроизводители. Обратите внимание, торговые острова полностью под подиумом. Делается разводка, канализация воды, центральное холодоснабжение, трапы. Так что, в общем, здесь будет все под ключ. Приходи и торгуй. На следующей неделе уже начинается завоз холодильного торгового оборудования. Ну и, в принципе, мы рассчитываем, честно говоря, к 30 июля выйти на ЗОС. Такие торговые комплексы должны появиться и в Калуге, считает губернатор. Глава региона призвал активнее развивать государственно-частное партнерство в сфере строительства социально значимых объектов. Вопросов в этом процессе всегда возникает много, отметил Анатолий Артамонов. И чтобы каждый раз не искать на них ответы, нужно проработать их решения заранее. Мы ничего бы не смогли сделать у себя с точки зрения привлечения инвестиций, если бы мы не догадались в свое время создать специализированные организации, которые могли бы эту работу выполнять. Ничего мы не могли бы сделать. Может быть, точно так же и нужно поступить в жилищном строительстве. Нельзя все время в ручном режиме одни и те же проблемы пытаться решить. Надо их решить один раз, чтобы они потом в автоматическом режиме решались. В этом году в Обнинске планируется ввести в эксплуатацию 85 тысяч квадратных метров жилья. Появится новый микрорайон «Заовражья». О красоте и уюте в нем строители уже начали заботиться. Татьяна Зимушна, Леонг Ким, телекомпания НИКТВ, Боровский район, Обнинск. Образовательные учреждения области начали обмен студентами. Внедряется в жизнь система совместной работы среднеспециальных учебных заведений. Если в материально-технической базе СУЗа есть пробелы и студенты не могут пройти практику по каким-то направлениям, они могут сделать это в другом учебном заведении. Одним из первых эту схему работы опробовал Перемышльский техникум эксплуатации транспорта. С наступлением лета студент Виталий Роганов – профессиональный работник шиномонтажного цеха. Так молодой человек и время свободное делом занимает, и деньги попутно зарабатывает. Всего лишь нужно было войти в трудовой отряд своего техникума. На первом месте у Виталия интерес. Научиться, как работает оборудование, понять ее, что там действует. Ну то есть финансовую цель ты не преследуешь? Заработок летний день? Нет. Цех, в котором работает третий курсник, обустраивался самими студентами и состоит из нескольких отделений. Буквально в прошлом году эти помещения пустовали. А теперь в учебное время здесь проходит практику практически все студенты. Вот эта вся лаборатория, в принципе, построена самими, ребятами. Это все делалось вручную. Двигатели заносились, разбирались, здесь собирались, сборку делали. Ребята занимаются очень, с удовольствием здесь. Но подобные цеха могут обеспечить работы не только своих учеников, но и студентов из других районов. Поскольку не все учреждения могут предоставить практику по имеющимся у них направлениям, было решено организовать сетевое сотрудничество. Алексей Павленко только перейдет на второй курс, но уже знает, что его ждет по этой программе. Мы поедем в Тарусу и там, получается, будем проходить практику. Там будем жить, ну, может, где-то неделю, где-то вот так. Вот. Две. Две недели будем жить и проходить практику. Техникум Алексея в стороне не останется. И также предоставит практику для студентов из Таруса. У них база по пожарной подготовке. Это связано с техниками спасателей. Мы используем их практическую базу для цели отработки различных спасательных элементов при пожаре. Но в эту же профессию и специальность входит еще водитель автомобиля категории С. Входит сварщик. И мы готовы предоставить вот это оборудование, в том числе у нас есть сварочная лаборатория, для их ребят. Обмен направлен в первую очередь на повышение качества обучения с наименьшими затратами. Приехать в другой район проще, чем построить с нуля нужный цех. Программа была предложена губернатором Калужской области и только набирает обороты. Но уже сейчас понятно, что перспектив у такой системы много. Андрей Ткачев, Никита Богатов, Дмитрий Куницын, телекомпания НИКТВ, Перемышевский район. Мусор в Калуге убирает голландская спецмашина. Новая техника уже вышла на улицы областной столицы. И работники уборочных служб уверяют, что машина справляется с внушительным объемом мусора не в пример легче своих предшественников. Сразу три машины старого образца заменяют мусоровозную установку из Голландии. Прессуют с усердием в разы плотнее. Приятный бонус к экономии, чистота и комфорт. Вот если мы на Мазах ездили, считай, каждый день в робах, потому что машина уже старая, то тут ты ездишь, считай, в чистом, не скажешь, что работаешь в уборке мусора. Кондиционер там есть? Нет, есть. Кондиционер? Кондиционер, да. А нам некогда музыку слушать. У нас, там город надо спасать. Мусора в Калуге достаточно, признаются борцы за чистоту. Потому такой помощник в строю первый, но не последний. В питании мусорный монстр неприхотлив. Машина ест все от обычных бытовых отходов до ветвей деревьев и строительного мусора. Такая система пищеварения позволяет экономить не только время, бензин, но и человеческие ресурсы. Сейчас у нас на контейнерную площадку приезжает вначале мусоровоз, потом уборка только на габариты. И перерывы между этими остается мусор где-то лежать, все что-то. Здесь приехали три человека, вместо уже четырех детей. Одновременно все сделали, все убрали, все загрузили, просто на габариты все было. От преимуществ новой техники взгляд граноначальника отвлекает то, чем ее загружают. Строительный мусор, оставленный после ремонта по закону, жильцы или управляющие компании должны утилизировать своими силами. Платить за лентяев город не намерен. Мы подведем сейчас сюда такую правовую базу, где обяжем управляющих компаний контролировать наличие такого рода мусора, отходов на контейнерную площадку. Дело не в одной только машине. Мы должны с вами прийти к тому, чтобы у нас площадки были закрыты, чтобы мусор у нас с вами не летал, чтобы не было переполненных контейнеров. Своевременно все убиралось. Вот такие задачи стоят. Константин Баранов предложил к вопросу чистоты подходить комплексно. Горожане вспомнят о культуре, администрация обеспечит условия и технику. Тогда тарифы останутся прежними, а Калуга и в следующем году сможет претендовать на золото в конкурсе благоустройства. Сергей Романов, Ирина Сидорова, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. На планерке в городской управе актуальная тема уборки мусора была продолжена. Константин Баранов поставил задачу – модернизировать систему вывоза ТБО. А это значит уже сейчас просчитать экономическую составляющую, чтобы при минимальных вложениях бюджета наладить эту работу и усовершенствовать ее. Чище в городе должно стать уже в этом году. Пока же мусора очень много, в том числе и строительного, который люди выносят на площадки для сбора твердых бытовых отходов. Хотя такие отходы в стандартный тариф обслуживающих организаций не включены. Мы должны разъяснить управляющим компаниям, мы должны работать с населением. Если фиксируется факт проведения работ строительных в квартире, то организация или управляющая компания, либо жители должны заказать отдельный бункер и оплачивать это отдельно. А так получается, что у нас завалены контейнерные площадки совершенно непрофильным мусором. Это проблема городская, мы ее решаем и нам нужно сейчас найти срочный выход из сложившейся ситуации. Михаил Николаевич, с вашим личным участием мы это должны сделать как можно быстрее. Еще одна актуальная для областной столицы тема – дороги. Летом их по традиции приводят в порядок. Жители города, особенно автовладельцы, заметили это по возросшему числу автомобильных заторов. Пока придется запастись терпением. Работы начались сразу в 30 точках. А вообще в планах на этот год 92 объекта. Это и дороги, и тротуары. Работу подрядчиков на улицах Калуги проинспектировала исполняющие полномочия городского головы. Комиссия проверила качество выполняемых работ и организацию движения в местах ремонта. Городоначальник подробно ознакомился с технологией укладки дорожного полотна и качеством асфальтобетонной смеси. В рейд по ремонтируемым калужским дорогам отправились на этой неделе и журналисты. Сергей Коробков вместе с представителями гору права и дорожного подрядчика побывал в местах, которые когда-то наводили страх на автолюбителей. Как идет ремонт, расскажем далее. 65 километров дорог, более 80 объектов и бюджет с 9 нулями. Размах беспрецедентный. Калуга медленно, но верно превращается в один большой автобан. По крайней мере, такое впечатление сложилось после рейда городской управы журналистов по калужским улицам. Начали со сквера мира. Здесь работы практически закончены. Дорожная лаборатория берет пробы покрытия. Выяснено, что толщина соответствует проектной. Никаких замечаний пока в опористости по структуре асфальтобетона не обнаружено. Будут проведены дополнительные обследования в лаборатории и дано заключение специалистами нашей дорожной лаборатории. Следующая остановка – улица Никола Козинская. Одна из старых городских болячек. И здесь можно только порадоваться. Новое покрытие по всем правилам. Замена бордюров, новый асфальт на основе гранита. Работы идут с максимальным учетом транспортного трафика. Подрядчики обещают закончить к концу июля. На полтора месяца раньше срока. Улица Телевизионная. Еще один объект из списка. Уже уложен выравнивающий слой, укреплены люки и заменены разбитые бордюры. И здесь подрядчики идут с опережением графика, причем без потери качества. Работы стараются вести по вечерам или в темное время суток, хотя получается не всегда. Но это, как говорится, неизбежно. На сегодняшний день все работы проводятся согласно планов и графиков. То есть ко всем работам, которым на сегодняшний день мы должны были приступить, согласно заключенных контрактов, мы приступили. Учитывая большой объем, мы не можем на все объекты выйти сразу, учитывая транспортную составляющую. Просто остановим город. Мы просим жителей города потерпеть. И мы терпим именно на благо, чтобы наши дороги в городе были в хорошем состоянии. Одна из городских автострашилок – улица Железняки, горный слалом с препятствиями. Здешние крутые повороты и ямы-ловушки угробили не одну подвеску. Но и здесь уже виден свет в конце тоннеля. Там было существенное прослабление основания конструктивных элементов дороги. Этот момент взят на внимание. И будут выполнены все мероприятия, которые позволят избежать дальнейших разрушений в этих кочеговых местах. Маленькая деталь, говорящая о профессионализме и основательности подрядчика. Следом за фрезерные машины следует уборочная, сметающая асфальтовую крошку, чтобы та не летела из-под колес автомобилей. Мелочь о многом говорящая. Самое интересное приберегли наконец. Ко дню города городские власти и подрядчики обещают полностью закончить реконструкцию улицы Московской. Сейчас идут подготовительные работы к финальному рывку. Участок от ЖД переезда возле проходной кадви до микрорайона Кубика. На гастрадальном пути провод из городского проклятия должен превратиться в достопримечательность. А заодно и тротуар по улице Азаровской наконец станет соответствовать своему названию. Своевременно проведенные торги и тщательный выбор подрядчиков позволяют надеяться, что калужские дороги станут предметом гордости калужан. Часть объектов уже закончена, их проверяет дорожная лаборатория. Часть завершат к концу июля, а к некоторым еще не приступили. Понятно, что столь масштабный проект потребует не только сил и средств, но и понимания от горожан, ведь пробки неизбежны. Но ради будущего комфорта можно и потерпеть. На этой неделе Россия отметила самый красивый и довольно молодой праздник – День семьи, любви и верности. Мы празднуем его 8 июля, в День святых муромских князей Петра и Февронии. Их считают покровителями семьи, образцом супружеской верности и взаимной любви. Это праздник для всех. Однако особое почтение супругам, которые прожили вместе десятки лет и за годы сумели сохранить и приумножить теплые чувства и любовь друг к другу. Море собирает. Вперед из песни от знакомства и до сегодняшнего дня. Он военнослужащий, она дипломированный дирижер и композитор. В 60-х они познакомились в Калужском хоре и спелись на всю жизнь. Я пришел туда, а моя жена в то время, просто Роза Михайловна, Роза, она была одним из организаторов младежного ансамбля. Но я пришел в хор. Я любитель петь. Стоит хор у меня уже на этих самых, на постаменте. Заходит, поднимается молодой человек и говорит, вы возьмите меня в хор. Я говорю, пожалуйста. А я говорю, вы умеете петь? Какой у вас голос? Вообще я тенор, высокий у меня голос. Я говорю, вот с этой стороны вставайте. Сразу же поставила на постамент, они все у меня уже. Стойте и слушайте, что там они поют, о чем говорят. Нет, не найдете, потому что у вас стоит чужая. Место встречи – зал молодежного ансамбля в бывшем кинотеатре «Пионер». Сейчас там знаменитый Никитский храм, где в день семьи, любви и верности, им, как и многим другим ветеранам семейной жизни, поздравления и награждения. Проживших в драке 50 лет! Дай Бог вам здоровья, счастья, радости! Семья – это то, что нам дается сначала вроде бы как и без особого загляда в дальнее будущее. А потом она из простой любви, которую испытывают два молодых человека друг к другу, превращается уже в большую, зачастую, семью любящих друг друга людей. И это самый главный результат. Ибо будут крепкие семьи, будет крепкое общество, будет крепкое государство. Почетные грамоты и подарки за любовь и верность – столь редкие качества, за которые теперь вручают медали. Возраст семьи Самохинах – 39 лет. За годы счастливой супружеской жизни воспитали двоих детей. Александра и Елена сами познакомились, будучи детьми. Жениху было 8, а невесте едва исполнилось 5. Наши семьи дружили. Он пришел в гости в сад за грушами с тетей, а я там гуляла. Такая кудрявенькая. Многие приходили за грушами. А кто еще приходил? Ну, были люди, да. А вот мне она досталась, понимаете. Я рад. Слава Богу. Вместе с грушами. Малибин в честь благоверных супругов Петра и Февронии. Концерт, поздравления и новая традиция – запуск праздничного букета, как воплощение любви. Три, два, один отпускаем! С работой с ручками! Идем на Первомайскую демонстрацию. И вот остановились. Тепло, хорошо, красота зафиксировала. Яркие воспоминания на черно-белых снимках. Стаж совместной жизни супругов Воробьевых – золотой 5.0 в пользу семьи, любви и верности. На супружеском фронте без перемен. Обе стороны уверяют в один голос. За всю жизнь ни одной ссоры. Секрет прост – дружба, любовь и общие интересы. Музыка их связала и не отпускает до сих пор. И поют с полями. В день семьи, любви и верности супружеские пары поздравили в региональном управлении МВД. Подарки вручали молодоженам и ветеранам семейной жизни. Среди героев торжественного мероприятия были семьи, в которых в полиции служат и муж, и жена. Такое случается нередко, но чаще только одному из супругов приходится мириться с тем, что его вторая половина работает в правоохранительных органах. В семье Ложкиных это Светлана. На работе она начальник отдела дознания. Дома же до допросов дело не доходило, говорит ее муж Андрей. Понимание и взаимоуважение для Ложкиных – главные секреты семейного долголетия. Нужно уступать, понимать друг друга. Тогда можно… Ну, они постоянно возникают какие-то спорные вопросы. И вот искать компромиссы – вот это залог того, что можно многие-многие годы прожить вместе, а не расстаться. Решать все вопросы коллеги. Супругов, которые прожили вместе более 25 лет и воспитали несколько детей, в том числе приемных, пригласили в праздничный день на торжественный прием в областную администрацию. 26 пар получили дипломы, подарки и символы праздника – букеты ромашек. Наградой за любовь и верность также стали медали. Рекордсменом среди гостей оказалась чета Капитановых из Обнинска. Полковник в отставке Иван Капитонович и его супруга Анна Александровна вместе 65 лет. Секрет семейного счастья – честность, добросовестность и общие дела. 65 лет уже. Вместе. И все. Он меня не убежал, я его не убежала. Дети. Никогда. Вот жизни, чтобы я сказал что-то плохо супруге, чтобы она там обиделась на меня, никогда не было. Никогда не было. Бывают жизни, конечно, такие, но промолчишь лучше всего. Много, конечно, пришлось мне заниматься военным делом. И она все время была со мной. Никогда не отставала. Я очень доволен, что на ней женился. И так мы же прожили вместе. Праздник в честь Дня Семьи состоялся в городском парке культуры и отдыха. Теплую и душевную атмосферу в тот день создавали творческие коллективы. Все выступления и конкурсы постарались сделать семейными, с отголосками старинных народных гуляний. Принять активное участие в празднике смогли и самые маленькие. Для них устроили забег в ползунках. Маленькие победители получили настоящие кубки и медали. По двум полосам бегали и выиграли за шесть секунд прополосли. Полосла за шесть секунд, ничего себе. Ходить даже не умеет. Идали за второй, третий. Вообще здорово, мы не ожидали. Потому что соревнование все-таки было. Я думала, что он не побежит. Но он все-таки смог не то что побеждать, а еще, оказывается, первое место взять. Ну, очень приятно. Развлекали детей и родителей народные умельцы. Нашлось место даже японскому искусству оригами. Дети с увлечением складывали бумагу, мастеря подарки ко дню семьи. Что ты такой сделал? Тюльпан! А кому ты его подаришь? Любви и верности. Маме. Почему? Потому что я маму люблю. Пусть будет жизнь ваша освещена любовью. И драки ты в ровне. Службе полиции 70 лет. Калужское управление МВД было создано спустя несколько дней после образования области. И с самого начала его сотрудники принимали активное участие в судьбе региона. Свой юбилей блюстители закона праздновали в пятницу. Вспоминали историю, чествовали ветеранов и награждали молодых сотрудников. 70 лет истории у МВД верхушка айсберга. Блюстители калужского порядка на торжественном собрании вспомнили о заслугах тех, кто берег шаткий мир края после революции в военные годы. Почтили память их предшественников из губернской полиции. Мы знаем из истории, что в России в первые годы после создания министерства должность полицейского популярностью не пользовалась. Более того, дворянство с презрением относилось к подобной карьере. Но в калужской губернии многие дворяне, отыщившиеся в боях с наполеоновской армией, прослужили службу и в полиции. Многие фронтовики после Великой Отечественной тоже шли в правоохранительные органы. А во второй половине 20 века наоборот. Калужские милиционеры отправлялись в горячие точки. Участвовали в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. В 90-е же мирными было сложно назвать даже обычную службу на калужских улицах. Возглавить управление в это лихое время выпало нынешнему заместителю губернатора Калужской области Юрию Кожевникову. Мы в год регистрировали по 25 тысяч преступлений на той же калужской области на этой земле. Мы практически по дивизии отправляли за решетку. По больше 10 тысяч были арестованы, проходили через СИЗО. Лежали преступники друг на друге, там дышать было нечем. Но если бы мы этого не делали, мы бы просто в область упустили. Юрий Кожевников отметил работу тех, кто несет нелегкую службу и в настоящее время. Среди награжденных Вера Илюхина. Она мечтала о форме с детства и при этом выбрала наиболее мирную аналитическую стезю, устроившись в оперативно-справочный отдел. Это очень интересно. Раньше мы вообще выводили формулу, вручную искали, устанавливали трупы, устанавливали личности граждан. Сейчас это все автоматизировано. И также по разным запросам мы устанавливаем граждан без вести пропавших. В этом и есть азарт. Это интересно очень и получается, что видишь свой труд. За добросовестный многолетний труд отметили ветеранов МВД. Всех без исключения ждал музыкальный подарок, в том числе от коллег из соседних областей. Но самым трогательным оказалось поздравление устами младенцев. Оно вызвало улыбку даже у самых суровых блюстителей порядка. Ольга Золотина, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ Особенный день рождения ожидает в этом году Юхнов. Районный центр встретит его в статусе населенного пункта воинской доблести. Юхнов героически пережил Великую Отечественную войну. В мирное время этот небольшой городок признают одним из самых уютных уголков области. Сейчас Юхнов готовится к своему празднику. Каким он предстанет в день города гостям и жителям, узнала Ольга Золотина. Очереди в детский сад нет, не слышали. В Юхнове два дошкольных учреждения и оба с вакантными местами. Родничок с большой территорией и дружной маленькой компанией. Летом основной состав малышей перекочевал с родителями на морские курорты. Те, кто остался, оздоравливаются под соснами в кругу самых близких друзей. А почему ты хочешь в садик? Мне здесь Сашка говорит, когда я ухожу, чтобы я приходила и возвращаюсь. В Родничок ходит 122 ребенка, но сад готов расширить клиентскую базу еще как минимум на 20 детей. Всех принимаем. От полутора лет. И приезжие на лето просятся. Всех-всех принимаем. Но летом у нас посещаемость поменьше. Поэтому даже мы иногородних можем принять на время отпусков. Но детском саду очень здорово. Приятную атмосферу в саду поддерживают своими силами. Картины на стенах и скульптуры в цветах – дело рук воспитателей и родителей. За благоустройство в Юхнове борются и школьными коллективами. На центральных улицах чистоту и красоту летом наводит экоотряд из старшеклассников. Полезным делом выражая любовь к родному городу. Я здесь родился. Мне город этим чем нравится? Тут просторно, красиво, свежий воздух. В отличие от Калуги, тут свежее. И мне вообще город нравится по чистоте и здоровью. Здесь можно заниматься спортом, бегать, например, прыжки, всякие трюки делать, особенно зимой. Лучше всего не смусорить. Лучше всего улучшить горки для детей, фонтан покрасивее украсить получше. Фонтан – обновленная гордость Юхнова. Днем манит прохладой, по вечерам блещет подсветкой. Еще один шаг к совершенству удалось сделать благодаря гранту за победу в областном конкурсе по благоустройству. Не отстать и даже переплюнуть красоты центральных проспектов постарались жители улицы Чапаева. Здесь что не дом, то образцового содержания. Ветераны труда Гузеевы за полисадник с огородами серьезно взялись на пенсии. Переняли любовь к пышноцветию у более опытных в приусадебных делах соседей. Эстетику дополнили комфортом, во дворе устроив уголок релакса с мангалом и купелью. Я хотела, чтобы уходя на пенсию, были какие-то такие для зоны отдыха, где можно позагорать, не отходя от своего дома. Чтобы не на речку, там куда-то в огороде немножко там пополол, порыхлил и пошел позагорал. Но это чтобы все было рядом. Здесь есть даже маленький фонтан, работающий от электричества. Одно плохо, а с водой летом бывают перебои. Дневное время напора нет совершенно, поэтому приходится ночью накапливать небольшой бачок, а потом она днем согревается и мы, собственно, пользуемся уже из собственного бака водичкой. На городском уровне проблему должна помочь решить станция очистки воды. Ее проектирование планируют завершить в этом году, а в следующем построить. К Новому году определяться с переселением из аварийного жилья. В Юхнове пять неблагополучных домов. Их жители старательно заделывают трещины, но надеются побыстрее оставить ветхие пенаты. Живем мы здесь со дня основания этих домов. С 58-го года эти дома построены. Капитального ремонта никакого. Текущие ремонты сами делаем, на какую возможность позволяет пенсия. Вот сами там побелим, покрасим, обои заменим. Какие удобства? Удобства мы живем как дворяне, все удобство во дворе. Дворянские удобства на простой городской быт жители ветхих домов должны поменять с постройкой нового дома. Сюда же переедут их собратья по несчастью из поселения Климовзавод. В целом 43 квартиры у нас попадают по этой программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дом будет полностью со всеми удобствами. И вода? И вода, и индивидуальное отопление, и канализация. У нас буквально недалеко от этого дома проходит центральная городская канализация. Здесь же прямо около этого дома идет центральная система водоснабжения. И индивидуальное будет газовое отопление по квартирной. Квартирный вопрос местной власти в прошлом году решили для двух человек. Попутно утоляя кадровый голод в медицине и образовании, учителя истории переманили аж из Калуги двухкомнатными апартаментами. Жилье скромное и требовало ремонта. Но все же это лучше, чем коммуналка. Сергей Сергеевич с энтузиазмом взялся за дело. Администрация окна вставила, отопление сделала, свет провела, двери поставили. Остальное делали мы сами. Три месяца клеили, стены, потолки делали, делали полы. Сергей, как молодой муж и отец, радуется квартире. А как учитель истории, гордится, что живет в городе с таким героическим прошлым. В день Юхнова, 19 июля, пройдет торжественное вручение звания населенного пункта воинской доблести, что налагает, по мнению жителей, на них еще большую ответственность за процветание родного города. Ольга Золотина, Андрей Сомов, Дмитрий Куницын, Юрий Мамонов, телекомпания НИКТВ, Юхнов. Боровск освежает лицо. Скоро знаменитые уличные картины станут ярче. Рисунки на зданиях, созданные местным художником, начали реставрировать московские студенты. Молодежь из Академии имени Строганова пройдет здесь практику, а заодно поможет городу обновить внешний вид. Музей под открытым небом – параллельный мир. Как только не называли творения местного художника Владимира Овчинникова. Более сотни настенных рисунков вот уже несколько лет дополняют архаичный борск своей исторической тематикой. Настенное творчество радует глаз горожан и привлекает внимание туристов. Вернисажем местные жители дорожат. Много экскурсии у нас по городу ходят, приезжают люди, все это смотрят, все спрашивают, и также они с гидами ходят. Но время и погода сделали свое дело. Картины потускнели, штукатурка потрескалась и осыпалась. Но местные власти равнодушными к проблеме не остались. Было решено провести реставрацию уличных картин. Достаточно такой сложный вопрос у нас, как всегда, это финансирование. То есть, если привлекать профессиональных художников, то восстановление стоит порядка 2000 за квадратный метр. Для небольшого бюджета Боровская эта сумма просто неподъемная. Поэтому было принято решение искать добровольцев, волонтеров, которые бы приехали и внесли, так сказать, свою лепту восстановления этих вот рисунков. В роли волонтеров выступили студенты Московской академии имени Строганова, архитектурные врачи, так сами себя называют реставраторы. Екатерина Шайдук родом из Калуги. Потому и практику проходить решила в родной области. Начали реставрацию самого масштабного и известного рисунка Овчинникова – Глобус-Боровска, который встречает всех въезжающих в древний город. Сначала рисунок обрабатывают специальным раствором, затем делают инъекции. Штукатурки достаточно, это такая работа, требующая силы физической. Потому что ты работаешь наверху, и постоянно лазишь с ведрами, и не знаешь, как себя поведет эта штукатурка. То есть в каком-то месте она укрепляется, в каком-то месте начинает красочный слой уже трескаться. Вот это нужно приостановить. Всего московским студентам-реставраторам предстоит вернуть к жизни пять расписанных фасадов. Уже скоро на подбонгу этим практикантам приедет другая группа, чтобы вдохнуть новую жизнь в параллельный мир старинного Боровска. Сергей Романов, Дарья Гумерова, Алексей Резвых, телекомпания НИКТВ при поддержке телекомпании «Крылья» Боровск. В этот понедельник исполнилось 100 лет со дня рождения композитора Серафима Туликова. Он имел абсолютный слух и еще в детстве подбирал на рояле услышанные мелодии, а в 7 лет написал свой первый вальс. Им создано 450 песен, но также Серафим Туликов писал музыку для театральных постановок и кино, создавал произведения для детей. Основная тема творчества – патриотизм. Большинство его произведений были написаны о России и для России. В честь знаменательной даты Калугу посетили родственники пианиста – его дочь, внук и правнук. С ними пообщалась Валерия Кузнецова. Эти звуки знакомы калужанам с детства. С них начинались эфиры региональных радиопередач. Серафим Туликов родился в Калуге, но его творческим наследием гордятся далеко за пределами нашей области. Столетний юбилей композитора – важная дата для региона, поэтому к визиту почетных гостей областной центр подготовился основательно. Путешествия и воспоминания родственники Серафима Сергеевича начали с почтанта. Здесь были выпущены специальные юбилейные конверты. Нам было, в общем, удивительно приятно и неожиданно. Там было очень много народа, и как-то все это было очень торжественно. И что-то я там пропечатывала печать первого дня, и даже Николас ставил свою подпись, и Антон. И очень-очень была такая душевная обстановка, трогательная. И, конечно, когда чего-то не ожидаешь, и это происходит, это удивительно совсем. Единственный в России музей Серафима Туликов – одно из самых интересных мест для его родных. Здесь и рабочий кабинет, и концертный костюм – многое из того, что помогало жить и творить. Алиса Серафимовна сама приложила немало усилий для его создания. Атмосфера здесь получилась по-настоящему уютной и домашней. А вот для внука и правнука пианиста посещение музея принесло немало сюрпризов и приятных впечатлений. Всё знакомо. Да, конечно, это знакомо. Он никогда не расставался. И этот он очень любил, да. И даже сюда приезжал. Несмотря на то, что в биографии композитора большую часть занимают разные города России, связь с малой родиной он поддерживал на протяжении всего жизненного пути. Поэтому и для семьи Серафима Сергеевича Калуга – место особое. Замечательный город с прекрасными парками, с прекрасными прогулочными местами. Вообще для людей, где гулять. Да, вот мама забыла сказать, что ещё была вчера служба, посвящённая Серафиму Сергеевичу. Восхитительный собор. Восхитительный совершенно по красоте. Троицкий. Это Троицкий кафедральный собор. И производит огромное впечатление. Замечательным парком вокруг него разбитым. Комфортно в том плане, что я понимаю, что это город, где Серафим Сергеевич родился мой отец, где он вырос и откуда он вынес, пожалуй, огромный потенциальный заряд вот этой культуры народной, вот этот русский, в смысле этого слова, дух, который он пронёс через всё своё творчество. Я это очень хорошо понимаю. Так что это, конечно, место и для нашей семьи очень большое, и, наверное, в творчестве Серафима Сергеевича тоже занимает первое место. 2014-й объявлен годом Серафима Тулькова в Калужской области. Весенний концерт дал официальный старт череде мероприятий, посвящённых знаменитому композитору, на которых его семья всегда будет ожидаемыми гостями. Валерия Кузнецова, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. Творчество как образ и способ жизни. Московского художника Алишера Питкова, просвящённая и разбирающаяся в изобразительном искусстве публика, считает яркой индивидуальностью. Он одинаково свободно чувствует себя, работая в самых разных жанрах и техниках. Персональная выставка картин Алишера Питкова открылась в областном художественном музее. Пять граней художественного искусства в одном зале. Алишер Питков, автор картин, никогда не придерживался одного стиля. На выставке карандашную графику сменяет сложный афорт. Древние российские города представлены в акварели, а Франция или Испания выражена маслом. Различность стиля обусловлена стремлением самого автора к чему-то новому и неизвестному. Ощущаю в этом некое творческое разнообразие своё. То есть, когда ты можешь менять кардинально вот эти такие жанры и направления в искусстве. Это помогает по-новому взглянуть как на предмет, который ты изображаешь, и помогает себя почувствовать более разносторонним между человеком и художником в том числе. Картины представляют не просто образ видения предмета, но и жизненный путь художника. От взгляда на Корнилевскую церковь 1989 года до храма Василия Блаженного, нарисованного всего месяц назад и уже получившего награду на конкурсе пленеров. Но особенной для самого художника является картина «Когда цветёт иван-чай». Иван-чай – это удивительное русское растение. Оно растёт на всей территории бывшего СССР. И растёт, оно первым вырастает на пепелищах и пожарящих, не дай бог, сгоревших деревень и так далее. Именно эта картина, написанная в 2011 году, дала начало целой творческой акции под названием «Иван-чай». Выставки по стране были одобрены президентом России и получили грант. Для Алишера это растение – символ патриотизма и российской истории. Здесь хорошее высказывание Бернара Баффе. Для искусства опасно не поджигатель, а пожарный. Различность жанров делает выставку интересной для любого зрителя. Каждый может найти что-то своё. Впечатление великолепное. Мне очень нравятся акварели, именно что старинные города показаны. Когда-то я ездила по Золотому кольцу, и есть что вспомнить. То, что у меня за спиной, вот здесь вот. Да, вот его парижские моменты, такие этюды, они какие-то ностальгические. То есть это как бы вот диалог, диалог тут чувствуется. Алишер вот в своей речи и в своих работах, он настоящий патриот. Настоящий патриот нашей России. Работы Алишера Питкова пробудут в выставочном зале до 27 июля. В ближайших планах у художника провести выставку своих работ на родине отца, в Серпухове. Андрей Ткачёв, Никита Богатов, телекомпания НИКА-ТВ. Неделя подошла к концу. В эфире наступает время спорта. Я же говорю вам, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин